Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это блок новостей из мира The Isle of Rima. Эти новости будут нести не очень много новой информации о будущем игры. Ну а перед началом ролика я бы хотел пригласить вас посетить проект по The Isle Paleozoic.ru. Paleozoic.ru это проект по игре The Isle, стремящийся предоставить игрокам комфортные условия для игры и познания мира The Isle, старающиеся внести что-то новое и необычное в уже не развивающуюся игру, в частности ветку Legacy. В их дискорде сервере вы можете найти основную информацию о проекте и самой игре The Isle, ознакомиться с действующими правилами, найти компанию друзей или товарищей, вступить в клан и просто весело провести время. Paleozoic.ru имеет два сервера, Survival на карте V3, 120 слотов, и сервер для тренировки кланов Sandbox. Ссылки на все их ресурсы я оставлю в описании под видео. Администрация Paleozoic.ru желает вам приятной игры, удачной охоты и веселого времяпрепровождения. Итак, друзья, сегодня мы немного поговорим с вами о девлоге, который разработчики выпустили для нас совсем недавно, и чем они смогли поделиться о грядущих планах игры и обновлении 5 гнездования, которые ждут все любители данной игры. Начнем. Но для начала хотелось бы обратить ваше внимание на совершенно нового персонажа, который будет играть роль падальщика, подобно Комсогнатуса, и который будет добавлен как искусственный интеллект с обновлением 5. Знакомьтесь, Птеродактиль. Как говорят разработчики, что это будет маленький и слабый бот, но хитрый и быстрый, назойливый, который будет доставлять очень много проблем игрокам. Также долгое время велась работа над звуками для этого нового ИИ-существа. Важная функция этого маленького существа-мусорщика состоит в том, чтобы толпиться в месте сбора игроков и раздражать их, есть их пищу и выдавать их позицию. По этой причине основное качество вокала существа сделали раздражающим. Когда игрок подвергается нападению со стороны группы, он слышит хор в всех различных звуках, что приводит к какофонии раздражения. Пассивные звуки – это низкие уродливые, низкочастотные звуки. При пролетах над группами существ вокруг они будут производить игривый треск. Атаки будут звучать как агрессивное хихиканье, как будто издевательство над игроком, а его предсмертный звук состоит из резкого визга. Помимо звуков птеродактиля, создан набор звуков растрескивания яиц, которые будут сопровождать механику вылупления с различными интенсивностями в зависимости от размера яйца. Их собрали в два этапа. Первоначальный треск, когда яйцо трясется, а детеныш напрягает внешнюю структуру скорлупы, а затем более интенсивный и полый звучащий звук трещины, который возникает в тот момент, когда детеныш быстро вырывается из яйца. Помимо постоянного тестирования ошибок в игре команды QA, как на системе скинов, так и гнездования, рассмотрели новую систему очередей входа на сервер, которую Амарок разрабатывает давно. Эта система уже есть, но она не полностью функциональна, и бывают вылиты и краши игры. Система очередей входа на сервер. Эта система, как и следовало ожидать, позволяет игрокам стоять в очереди на сервере с максимальной заполненностью. Интересно, что это также позволяет администраторам сервера пропускать очередь и даже присоединяться к серверу, если он заполнен, избегая любого случая, когда они не могли войти на сервер для выполнения своих обязанностей модерации. Посмотрим видео, чтобы узнать, как система очередей будет выглядеть в действии. Также в этом месяце команда продолжила свою работу по гнездованию. В первую очередь это новая температурная система, которая играет главную роль в инкубации яиц, температура постепенно снижается сама по себе, и у нас появятся разные способы ее повышения. В случае курганных гнезд, просто выкопанных, где яйца обнажаются, вы должны сидеть на яйцах, чтобы согреть их. Мусорные гнезда будут иметь хорошую изоляцию и не потребуют особого ухода, но если температура становится слишком низкой, то нам придется добавить больше мусора в гнездо, чтобы снова согреть яйца. Обратите внимание на новую панель температурного бара. Он разбит на 4 секции. В идеальном диапазоне зеленый яйца будут инкубироваться должным образом, в то время как в нейтральном диапазоне белый с ними ничего не будет происходить. Если они слишком холодные, синие, или слишком горячие, красные, вы начнете терять прогресс инкубации. Как только ваш прогресс вернется к нулю, ваши яйца начнут гнить. Возможно, эта функция в игре с выходом системы гнездования будет не такой требовательной, но вот в будущем на хорошую инкубацию яиц будут влиять погода и даже время суток. Вообще, большая часть этого месяца была посвящена разработке скинов. Тестировали широкий спектр различных дизайнов, чтобы найти, какой из них был лучшим, а затем начали добавлять образцы, к которым каждое животное может получить доступ для каждой настраиваемой части тела. Ниже приведено обновленное изображение главной панели. Имейте в виду, что это не завершенная работа и по мере продвижения вперед в разработке может быть добавлено больше цветов, опций или функций. Превью роста в режиме реального времени. Поворачивайте в любом направлении. Очень полезная функция Animation. Еще одной приятной добавленной функцией является возможность делиться скинами с кем угодно. При нажатии кнопки экспорт будет сгенерирован код для текущей кожи животного. Копируйте его, нажав на код и отправьте его своим друзьям или кому-либо еще. Они могут просто нажать кнопку импорт, вставить код и бум. Сохраните скин и он ваш. Игроки также смогут выбирать различные шаблоны для этого животного. И разработчики будут добавлять и расширять их по своему усмотрению в будущем. Ну что же, друзья, я надеюсь, что данный выпуск новостей вам очень понравился. И я буду очень признателен каждому посмотревшему его до конца прямо сейчас нажать лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, новости и стримы по The Isle. Также обязательно не забудь подписаться на канал Яндекс.Дзен, где наши ролики выходят быстрее, чем на Ютуб. Вступить в нашу группу ВКонтакте, подписаться на канал Твич, а также подписаться на наш Дискорд. Все ссылки будут в описании. Всем хорошего выживания в мире Айл Эврима. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok